Татьяна Полякова «Коламбия Пикчерс» представляет. «Бред какой-то!» – сурово отрезала я, отбрасывая письмо в сторону. Покосилась на Женьку и невольно вздрогнула, так и не привыкнув к её новому облику. Надо сказать, подружка неустанно экспериментировала, являя себя миру то блондинкой, то брюнеткой, то рыжей, иногда предпочитая что-нибудь и вовсе экзотическое. Шевелюра вдруг становилась интенсивно оранжевой или кислотно-зелёной. Меня неизменно удивляли два факта. Первый. Какого бы дикого цвета ни были её волосы, Женька чувствовала себя уверенно и вполне комфортно. Даже когда у случайных прохожих глаза буквально лезли на лоб при виде всего этого великолепия, Женька лишь загадочно улыбалась и шла себе дальше. Подозреваю, в глубине души она собой гордилась и считала, что её миссия в том и состоит, чтобы вгонять в столбняк прохожих. Вторым достойным удивлением фактом было то, что после многочисленных экспериментов подружки волосы на её голове всё ещё имели место быть, причём выглядели так, что приходилось признать. Дикие Женькины фантазии им только на пользу. Сейчас её волосы отливали серебром. Девять человек из десяти решительно заявили бы, что это парик, и оказались бы неправы. Неустанными, я бы даже сказала, титаническими усилиями, Женька добилась того, что они сияли, как новенькая серебряная монетка, делая её похожей на снежную королеву из сказки. Однако целостного образа не получилось. Женька только что вернулась из Испании, где загорела дочерна, и теперь серебристые волосы обрамляли смуглое лицо, на котором нездоровым блеском светились огромные глаза. Было от чего вздрагивать. «Ты похожа на ведьму», – не удержалась я. Женька нахмурилась. «Надеюсь, это комплимент?» «Вот уж не знаю». «Странно», – хихикнула Женька. «Обычно ты всё знаешь». «Я-то думала, это ты у нас обладательница столь замечательного качества», – заявила я и тут же устыдилась. «С Женькой мы дружили с детства, и, несмотря на редкие поползновения с обеих сторон, так и не смогли ни разу всерьёз поссориться». «Вот и сейчас», – Женька пожала плечами и заметила. «Мы отвлеклись», после чего передвинула письмо ближе ко мне. Я поморщивося повторила. «Полный бред». «А, по-моему, на него стоит обратить внимание. В конце концов, человек просит тебя о помощи, и ты...» «Ничего она не просит», – вздохнула я, вновь пробегая глазами строчки письма и жалея, что начала разбирать почту в присутствии подружки. Вообще-то, встречаться с ней сегодня я вовсе не собиралась. Два часа назад я вернулась из Москвы и намеревалась посвятить остаток дня уборке квартиры. Заехала в супермаркет, и на стоянке едва не столкнулась с Женькой, точнее, с её машиной. Подружка не сразу заметила мою Ауди, потому что была очень занята. Истошно сигналила, орала в окно обалдевшему парковщику, что он редкий придурок, и показывала средний палец правой руки парню на иномарке, который не спешил её пропустить. Точнее, он был не против, но не имел возможности, так как я на своей машине мешала ему произвести необходимый манёвр. Женька одна издавала столько шума, что хватило бы на десятерых. Но тут я поторопилась внести свою лепту, открыла окно и завопила. «Женя!» И была услышана. Женька прекратила сигналить, орать и делать непристойные жесты, и, счастливо улыбаясь, прокричала в ответ. «Привет, Анфиса! Ты когда вернулась?» «Только что». «Как Ромка?» «Нормально». Парковщик продолжал стоять пнём. Парень на иномарке страдальчески закрыл глаза и признаков жизни не подавал. Зато в цепочке машин, выстроившейся возле шлагбаума, наметилось волнение. «Девушки!» «Может, вы найдёте другое место поболтать?» – заорал кто-то. Женька высунулась в окно и грозно поинтересовалась. «Кому это там некогда?» «Женечка!» – робко влезла я. «Может, мы в самом деле?» «Ты сюда или отсюда?» – спросила подруга. «Я домой». «Ладно, тогда я к тебе в гости». Женька стала разворачиваться. Лица мужиков в сопредельных машинах приобрели мучнистый оттенок. Над стоянкой нависла тишина. Особо нервные зажмурились и вжали головы в плечи. Парень на иномарке успел юркнуть в сторону. Зеркала на его и Женькиной машине сложились, а она весело проорала в окно. «Не дрейфь! Солдат ребёнка не обидит!» И, наконец-то, покинула стоянку. Я выехала следом. Дюжий дядька покрутил пальцем у виска, глядя нам вслед, что я сочла обидным, и, забыв про хорошее воспитание, показала ему язык. «Ужас какой-то!» – сказала Женька, притормаживая и пропуская мою машину вперёд. «По городу ездить невозможно, кругом одни идиоты. Как они медкомиссию проходят? Там же справку из дурдома требуют». «Ага!» – вяло молвила я, вышла из машины и направилась к Женьке. Она с чувством меня расцеловала и вдруг задумалась. «Ты не в курсе, чего я в торговом центре хотела?» «Нет». «Откуда?» «Ты мне ничего не говорила». «Да?» – как отрезала. «Не поверишь, не могу вспомнить, а ведь зачем-то я туда ехала?» «За продуктами?» «Зачем мне продукты?» «Есть, наверное», – съязвила я. «Тебе прекрасно известно, что питаюсь я в кафе. Кстати, не худо бы перекусить. Ты как?» «Я пельмени купила. Поедем ко мне?» «Поедем. Давай тогда мою тачку на стоянке бросим, а я у тебя ночевать останусь. Расскажу про этого мерзавца-пастухова». В другое время я бы попыталась избавить Женьку от мыслей ночевать у меня, и уж тем более от необходимости рассказывать о мерзавце-пастухове. О нем я слышала постоянно вот уже два месяца, с тех самых пор, как он стал Женькиным шефом и по совместительству любовником. Тихого, зашуганного женой пастухова, Женька соблазнила буквально в первый же день его работы в новой должности. Тот, как видно, ничего не знал о вреде служебных романов для душевного здоровья, за что сейчас и нес заслуженное наказание. Подружка, как водится, обвиняла его во всех смертных грехах, хотя на самом деле у него был лишь один грех, но существенный. Он немало не походил на идеального возлюбленного, каким его представляла себе Евгения Петровна. Боюсь, таких мужчин в природе попросту не существует, на что я Женьке неоднократно намекала. Она презрительно фыркала и продолжала клеймить под лица пастухова. Так вот, в другое время от необходимости слушать гневные Женькины речи я бы пришла в ужас и попыталась бы как-то отвертеться. Но в тот момент я так обрадовалась подружке, что готова была потратить вечер на разговоры о чем угодно, лишь бы не сидеть в одиночестве. С самого утра на меня напала тоска. Ромку отправили на учебу. И вдруг выяснилось, что без мужа я чувствую себя очень неуютно, то есть, если честно, очень скверно я себя чувствую. Отправляя его в Москву, я думала, как раз чудесно отдохну, пока он постигает науки. Во-первых, не надо будет готовить. Ромка комплекцией и аппетитом походит на динозавра, что создает мне определенные трудности. Во-вторых, не надо то и дело отвечать на его звонки. С этим, правда, вышла незадача. Муж и из Москвы звонил по двадцать раз на дню, выбрасывая наши деньги на ветер. А главное, в волю буду встречаться с подружками, болтать по ночам по телефону, и никто не станет меня изводить ехидными замечаниями, а также ворчать, что в этом доме муж никому не нужен, в этом доме только подружкам рады и прочую чушь. В общем, я надеялась устроить себе отпуск, и, провожая Романа Андреевича, мечтательно улыбалась, чем вызвала его суровый взгляд с намеком на недоверие. Но стоило Ромке уехать, как явилась тоска. В квартире стало подозрительно тихо, к девчонкам не хотелось. Точнее, вообще ничего не хотелось. Я подумала, что жить без любимого предстоит довольно долго, и запечалилась по-настоящему. Разумеется, он приезжал при каждом удобном случае, и я ездила к нему. До Москвы на машине меньше двух часов от нашего города. Но лучше мне почему-то не становилось. Я решила, что должна засесть за работу, и начала новый детективный роман. Но работа шла ни шатка, ни валка, и я подозревала, что сегодня за письменный стол вообще не сяду.